и привет друзья алексей был на связи у нас сегодня следующий следующий репортаж с филиппин ничего нового вокруг пока что не происходит мы гуляем по тому же пляжу и суть моего что я хочу сегодня рассказать это а о том для тех ответ тем кто хочет приехать на филиппины и очень часто меня задают примерно такой вопрос сколько нужно денег для того чтобы начать бизнес на филиппинах и у меня такое ощущение что последнее время очень много писала мне желанием что люди пишут что хотят приехать и начать бизнес здесь и в примерно 50 процентах случаях у меня складывается такое ощущение что вы перри вы считаете что это более легко чем на самом деле поэтому я хочу ответить на не один вопрос и описать действительно и вот насколько я вижу попробовать для конкретного бизнеса сколько нужно денег для того чтобы приехать и начать здесь бизнес первое что хочу сказать что начать бизнес здесь приехать и начать бизнес это достаточно рискованная ситуация смотрите вы можете приехать с тремя 3 примерно в 3 в 3 программы три режима вы можете приехать с пассивным доходом тогда вам но ничего не надо потому что вы просто у вас пассивный доход либо вы работаете в онлайне то есть ну здесь самая простая ситуация второй вариант если вы приезжаете вы приезжаете какому-то своему знакомому где вы можете где вы можете подрабатывать например кто-то вам предложил какую-то работу кто-то уже имеет здесь работающий бизнес и он может предложить вам ну ты мне там помогаешь и так далее поэтому и это наименее рискованный путь потому что вы уже в идеале вы будете иметь некоторый уже доход который постепенно вы можете присматриваться осматриваться и постепенно начать свой собственный бизнес и третий вариант это когда вы приезжаете и у вас ничего из первых двух вариантов нету и вам нужно просто начать бизнес и вот это самый рискованный вариант особенно посмотрите в чем дело потому что представьте себе что у вас ограниченная сумма денег что скорее всего так и есть и вот вы начинаете бизнес и он должен где-то заработать и начать давать вам реальную прибыль и где-то посредине вы попадаете ситуации что вы вот уже тратите 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 от дохода еще нету и вы можете начать беспокоиться что это действительно может случиться что вы потратили все а дохода просто еще нету и в этом состоит и риск в этом состоит и риск и поэтому я говорю об этом для того что просто вы осознавали это что это не такое простое простое дело вот давайте я опишу вам одну ситуацию мне написали парень написал вопрос пишет у меня есть такая-то сумма денег ну которая примерно составляет он написал в рублях но она примерно составляет 10 тысяч долларов я хочу приехать и открыть бизнес по аренде скутеров мотоциклов что в общем то такой один из самых таких это не особо супер прибыльный но не особо супер супер и такой как бы минимум это бизнес как раз где-то он посредине и у него отработанная структура все понятно надо купить скутеры надо начать их сдавать начать рекламировать и парень меня спрашивает что хватит получится ли у меня у меня 10 тысяч долларов вот давайте разберем разберем как это действительно как это в реальности будет если приезжать с такой суммой или и вообще какая сумма нам будет какая сумма нам будет необходимо давайте подумаем мы допустим вы приезжаете со своей семьей допустим два человека и то есть сколько вам нужно чтобы бизнес вам давал прибыли но скажем так скажем так тысяча долларов в месяц кто-то может сказать но это много потому что я могу прожить и на 500 да вы можете прожить и на 500 но я думаю для надежности вам нужно рассчитывать стремиться к тому чтобы иметь бизнес вам давал 1000 долларов в месяц потому что у вас всегда будет какие-то непредвиденные расходы особенно в первые полгода и первый год может быть почему потому что вы еще не знаете где что лежит вы еще не знаете всех цен вы где-то будете переплачивать где-то вы будете проигрывать попадать на деньги как я вот когда приехал там взял себе интернет который заплатил 200 долларов который не работа который оказался что у меня не работает и потом когда я попросил их вернуть там короче по контракту чтобы расторгнуть контракт мне нужно было еще два месяца оплачивать короче просто будете так терять какие-то вещи пока вы не не приживете здесь то есть всегда будут какие-то непредвиденные траты поэтому я бы считал правильным я бы считал правильным рассматривать 1000 долларов в месяц давайте вот допустим что вам нужно что получить тысячу ваш бизнес давал 1000 долларов сколько вам нужно скутеров и на самом деле как это интересно мы можем это просчитать мы знаем что один скутер если вы его сдаете стоит примерно 10 долларов в день 10 долларов в день или 100 долларов в месяц если вот берут скутер это стоит 100 долларов в месяц и у вас берут его на месяц то есть Один скутер будет приносить вам 100 долларов в месяц Чтобы иметь 1000 долларов в месяц, вам нужно сколько? Ну, конечно же, вам нужно 10 скутеров На самом деле вам нужно больше, потому что не всегда все-таки все скутеры вы будете сдавать, правильно? То есть я бы считал, что все-таки не 10, а 12 или 13 Каждый скутер стоит примерно 1200 долларов Такой хороший, но минимальный 1200 долларов умножаем на 12-13 Это примерно у нас уже мы выходим где-то в 15 тысяч долларов То есть для того, чтобы взять где-то 12-13 скутеров Которые бы вам после полной раскрутки давали бы 1000 долларов в месяц Вам нужно сразу же заплатить, купить на 15 тысяч долларов Следующий очень интересный вопрос Вы не сможете сразу их начать сдавать Потому что вам надо будет решить много других вещей Например, где хранить эти скутеры? Вам нужна какая-то земля, какая-то аренда, какое-то помещение Потом вам нужно разрешение на бизнес Вам нужно зарегистрировать свой бизнес Вы знаете, что иностранцы не могут на себя зарегистрировать бизнес Поэтому вам нужен какой-то надежный филипинец Что реально, что можно найти, но это все время То есть вам это не так, что вы пришли и тут же начали сдавать свои скутеры Вы купить их можете за 2 дня, пока вы их перегоняете За неделю пока поперегоняете Но вот начать их реально работать, я бы сказал, нужно 6 месяцев Регистрация Вот мы знаем, мы уже полгода назад начали регистрацию нашего бизнеса И сейчас мы находимся в такой уже заключительной стадии регистрации нашего бизнеса И поэтому мы знаем, что это все-таки к полугода Потому что там идут проверки, там должны прийти и провериться Может быть по скутерам несколько проще Но все равно будем рассчитывать, что для того, чтобы найти землю, организоваться Зарегистрировать его Да, вы сможете начать сдавать в ограниченном количестве Пока вы еще даже не зарегистрированы там своим знакомым, друзьям Да, но если это будет 10-13 скутеров, это будет слишком видно И поэтому все-таки вам нужно будет тут же, по крайней мере, начать регистрацию И мы получаем, что вам нужно полгода Плюс вам нужно еще зарегистрировать Плюс вам нужно, чтобы этот бизнес как-то раскрутился У вас же не прибегут сразу же там все желающие, там очередь не выстроится Правильно? То есть все-таки будем считать полгода То есть вам нужно прожить полгода Давайте смотреть, сколько вам нужно денег для того, чтобы протянуть эти полгода Притом опять же подчеркну, вы попадаете в рискованную ситуацию Потому что если через полгода ваш бизнес не заработает У вас просто деньги иссякают и иссякают, а бизнес еще не работает И это такая проблематичная ситуация Потому что вы можете начать беспокоиться, волноваться, что-то дергаться И совершать какие-то ошибки Вот, то есть вам нужно прожить, будем считать, полгода Это достаточно, я считаю, что это такая адекватная средняя величина Это реальная, полгода, 6 месяцев То есть что вам нужно жить, сколько вам нужно в месяц Мы сказали, что вам нужно 1000 долларов в месяц Опять же, кто-то может сказать, что это слишком много Я и на 500, и на 600 проживу Да, но там у вас всегда будут какие-то еще непредвиденные расходы Поэтому все-таки берем 1000 долларов в месяц 6 месяцев это 6000 Вам нужно проживание Это, грубо говоря, 200-300 долларов Давайте возьмем 300, потому что 300 это уже с мебелированной домом или квартирой Если 200, это будет не мебелированная Но тогда вам нужно купить мебель Давайте возьмем 300 То есть 300 долларов на 6 месяцев это примерно 2000 долларов Правильно? То есть вам нужно 6000 плюс 2000, это 8000 на жилье и проживание Итак, какие должны быть ваши финансы, которые вы потратите в первые 6 месяцев Итак, 15 тысяч вы тратите на свои скутеры При том, кто-то пишет и говорит, я возьму бэушные скутеры Друзья, это не пройдет так уже Потому что этот бизнес уже начинает насыщаться И вот мне говорил знакомый, у которого я беру скутеры для моих гостей Он говорит, что я уже бэушные скутеры продаю То есть люди не хотят бэушные скутеры Если вы купите бэушные скутеры, да Если вы попадете в высокий сезон, у вас их возьмут Но как только сезон закончился, высокий, это всего лишь 4 месяца Уже у вас не будут брать эти скутеры То есть вы можете попасть в такую ситуацию Представьте себе, что вы начали бизнес где-то с декабря И вам кажется, что высокий сезон У вас все берут, берут, берут Вы взяли бэушные скутеры, они берут и берут А доходит дело до апреля И у вас эти бэушные скутеры стоят и никому они не нужны Таким образом, все-таки надо брать новые скутеры Итак, у нас какие расходы получаются? У нас получается Что у нас получалось? 15 тысяч на скутеры И 6 тысяч на жилье и проживание Сколько получается? 21 тысяча долларов 21 тысяча долларов Вот, это 21 тысяча долларов Так, что вам нужно для того, чтобы в некотором среднем темпе Вы не делаете каких-то ошибок Не попадаете в какие-то неприятности Прожить и в идеале где-то раскрутиться через полгода Может быть постепенно, конечно На самом деле, я считаю, что вам нужно этой сумме прибавить еще 50% Потому что всегда будут какие-то непредвиденности Которые вы просто не можете учесть То есть, с моей точки зрения, вот по опыту Если вы планируете, вы считаете, вы делаете какое-то дело И вы думаете, вы его успеете, там, запустим, за 5 дней Прибавляйте 50% Так, чтобы это будет 7,5 дней То есть, это я исхожу из своего опыта Поэтому к 21 тысяче нам нужно прибавить еще 10 50% у нас получается сколько? 31 тысяча долларов Вот это величина, которая вам нужна для того, чтобы приехать и начать И начать более или менее уверенно Знаете, в таком уверенном режиме начать свой бизнес Опять же, я не хочу сказать Вы поймите меня правильно Я не хочу сказать, что вы не сможете его начать и в 5 И с меньшей суммой Может да, может нет Но вы попадаете в очень, опять же, рискованную ситуацию Потому что, если вы немного не рассчитали Вот время проходит, деньги иссякают Вы их сливаете И учтите, что все вокруг довольны будут Кто-то вам сдает квартиру, будет доволен У кого вы купили скутеры, будут довольны У кого вы купили мебель, будут довольны Все будут довольны Но ваши деньги будут иссякать И если к моменту, когда не раскрутится у вас бизнес до 1000 долларов в месяц У вас не хватит, вы просто попадете в ситуацию просто без, реально без денег Что очень и очень плохо И вам просто придется, ну, не знаю, уехать Или пойти к друзьям там что-то одалживать То есть попадать в какую-то экстремальную ситуацию Поэтому для более или менее надежного Все-таки я считаю Получается, мы получили вот эту сумму 31 тысяча долларов Ну, плюс-минус там какое-то это все, конечно, примерно Но примерно, друзья, вот это та, я обещал ответить Это та сумма, с которой реально начинать какой-то бизнес Для... мы взяли здесь просто аренду скутера Ну, на самом деле, я не считаю сейчас, что это очень оптимальный бизнес Потому что, вот помните, Скотт был Он тоже сдавал скутеры Он взял, купил 4 скутера Он поставил их в один отель И они снимали, то есть брали на прокат Он даже просто один раз в день подъезжал Но у него хорошо и шли дела Один год, а на второй год он уже начал жаловаться То есть этот рынок насыщается То есть и он достаточно насыщен Вот мы когда брали скутер Мы стояли в магазине И там прямо подходят филипинцы И берут скутер И они могут взять их в кредит То есть по месячной выплате Они их берут и начинают сдавать Понимаете? У них есть такое преимущество Им не надо платить сразу полную сумму Потому что они могут взять и выплачивать помесячно И сдавать этот скутер И этот скутер окупит себя там через полгода Вы можете не получить эту выгоду То есть этот рынок насыщается Поэтому, скорее всего, вам нужно будет искать Или получится здесь Или искать какую-то другую нишу Там кафе или еще Но я думаю, что примерно вот эта сумма Которую мы сейчас получили с вами в расчете Я думаю, мы были достаточно объективны И даже, возможно, несколько завысили Но лучше при расчетах завысить Чем потом попасть в сложную ситуацию И вот мы получили эту сумму Там, я бы сказал, 30-35 тысяч Где-то там вот тысяч долларов Для того, чтобы начать бизнес с нуля Еще раз подчеркну Если вы приезжаете И у вас есть какой-то источник Либо у вас есть знакомый Который предоставит вам работу Вы попадаете в намного лучшую ситуацию Потому что вы можете спокойно жить Присматриваться Учтите еще такой фактор Вы приезжаете в чужое место В незнакомую страну Вам нужно осмотреться Месяц, два Вероятность ошибки в первые два месяца будет большой Вы где-то будете делать ошибки Вам нужно присмотреться Поэтому вот эти шесть месяцев Которые мы взяли Ну, может быть и больше Может быть и больше Но мы взяли шесть Потому что мы там немножко завысили Там прибавили пятьдесят процентов Поэтому я думаю Что эта цифра Она более или менее правильна Вот это я хотел вам рассказать Я думаю, что это достаточно объективные данные О том, как Сколько С ответом на вопрос Сколько нужно денег Чтобы начать бизнес на Филиппинах Друзья Был Алексей Бу Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Кликайте на колокольчик Задавайте вопросы Всего хорошего До связи Спасибо 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 Спасибо